Торнадо Энерджи! Как я и говорил, самое главное, чтобы вы держались как можно ближе к этим машинам, для того, чтобы их движения были плавными, потому что сервер у нас на расстоянии уже в 150-300 метров передает данные, ну скажем так, рывками, не самые точные данные приходят. Ну и давайте я вам немножечко расскажу про эту машину, как вы видите, передний бронелист у нее прямой, под достаточно большим углом и составляет он 140 миллиметров. Но, конечно же, главной фишкой этих танков являются спаренные орудия, то есть это два ствола, направленные в одну сторону, и, как говорили разработчики, снаряды из них вылетают параллельно, то есть даже попадая в цель, они, ну короче, эти снаряды никогда между собой не пересекаются, и нет такого, что они сводятся в какую-то одну конкретную точку, они всегда летят параллельно друг к другу. Судя по альфе, которую вы сейчас увидите, а также по тому, как легко и непринужденный игрок на этом 703-2 наносит урон, у меня ощущение, к сожалению, мы не можем видеть сведения, потому что это реплей записан не от лица игрока, который играет на этом танке. Вот, я использую свободную карту, говорю, камеру, чтобы за ним наблюдать. Но потому, как быстро после раскачивания остановки он готов стрелять, я делаю вывод, что стабилизация сейчас на супертесте на этом танке, ну, неплоха как минимум. А также по альфе, как я и ранее говорил, складывается ощущение, что это как раз-таки та версия, которая катается со 100-мм орудием. Как вы знаете, супертестеры катают с двумя орудиями, 122 мм, это каждое орудие по 390 альфы, и 100 мм, каждое орудие по 300 альфы. Пробитие 220 с лишним на ББшках и больше 256 или 260 на Галде. Это не имеет особого значения, более конкретные цифры, потому что это супертест, здесь все еще настраивается. Я, кстати, офигел, когда узнал, что орудия опускаются на 7 градусов вниз. Вы представляете, какой там казенник внутри башни огромный для двух орудий? И вот там вот хватает места и экипажу, и вот для того, чтобы эти стволы опускать хорошо вниз. Это на самом деле позволит советскому вот этому тяжу играть достаточно комфортно, если, конечно, разработчики не решат это понерпить. Что касается перезарядки танка. По перезарядке мне так удалось посмотреть, во-первых, в файлах игры, во-вторых, ну, просто вот по этому бою. Перезарядка между выстрелами изначально составляет где-то 8,5 секунд для 100-мм орудия, и в игре мы видим где-то примерно чуть менее 8 секунд. Также в этом бою мы с вами увидим знаменитый, так сказать, выстрел дуплетом, когда игрок зажимает кнопку, держит ее 2,5 секунды, по-моему, для этого танка, подготовка к выстрелу дуплетом, так называемая, и происходит одновременный выстрел из двух стволов. После этого в танке происходит штраф, и 5-6 секунд танк не может даже перезаряжаться. Грубо говоря, там все члены экипажа отходят от этого выстрела, ну, просто-напросто балдеют. Я вам показываю переднюю часть танка для того, чтобы вы увидели уже первую слабую зону, на которую я обратил внимание. Это то, что у гусениц они открыты, у них нету никаких брызговиков, ничего. То есть выцеливание через каток, если этот танк, а, кстати, с таким лбом прямым ромбовать это не ошибка, это правильная будет вещь на этом танке, да? Но выцеливать каток и стрелять через каток в борт, чтобы одновременно и дамажить, и ставить на гусеницу, вот из-за того, что передняя часть танка никак не защищена, то есть нет ни брызговиков, ничего, хотя бы какого-нибудь фальш, чтобы просто визуально скрывать, у этого танка будут проблемы с постоянным стоянием на катках. Это вот я вангую, но, может быть, я, конечно же, и ошибаюсь. Что касается боевого применения машины в нашей игре, то мне уже прислали огромное количество реплеев, и что я заметил? Во-первых, игроки, которые настреливают хорошо, они никогда не лезут вперед. Все-таки, наверное, брони этого танка для того, чтобы уверенно танковать, не хватает. Также они пользуются своими союзниками для подсвета, потому что, ну, 350 базового обзора это очень мало. А вот, кстати, глядите, подготовка идет к выстрелу дуплетом, и вот он, видите, как сжахнул. Причем, посмотрите, на какой дистанции попал. То есть, видимо, точности танку хватает, и стрельба вот таким дуплетом даже на больших дистанциях не проблема. После чего, видите, орудия начинают перезаряжаться. Сначала одно, потом второе. Также, наблюдая за этими танками по присланным вами реплеем, я сделал вывод, что, наверное, 9, да даже, наверное, 20 выстрелов, и только один из 20 выстрелов идет дуплетом. Все остальные идут по принципу «сделал один выстрел, перезарядил, сделал еще один выстрел». Ну, или, если ситуация позволяет, сделал выстрел, орудие второе подготовилось, сделал выстрел со второго орудия, и так они по очереди, поочередно стреляют. В общем-то, это все, что я сегодня могу вам рассказать про эту машину. Судя по тому, что он тестируется активно, скоро увидим, но это лишь мое предположение. Спасибо, что смотрели, пока-пока!